Здравствуйте, с вами выпуск активистских новостей команды Активатики. К сожалению, новости сегодня не очень радостные. Приморский край в огне, в воздухе стоит гарь, Владивосток в дыму и территория вдоль Транссиба горит. Наша команда поговорила с сотрудницей дальневосточного ран Ольги Ухваткиной, и мы спросили у нее о причинах такого бедствия в Приморском крае. Вот с ее точки зрения, с точки зрения специалиста, причин бедствия и лесных пожаров несколько. Но самая главная причина это то, что сократилось финансирование на борьбу с лесными пожарами. Вот представьте себе, что такое Приморский край. Это территория двух Чехий. И вот на всю эту территорию всего работает 400 пожарных. То есть это вообще ничего. И каким-то образом там предотвратить очаги возгорания, да, как это делается в нормальных местах, вот это все невозможно. Ну, вторая причина это из-за того, что, к сожалению, в Приморском крае проводились хищнические и бесконтрольные вырубки леса. И все это привело к тому, что, собственно говоря, климат стал меняться, он стал более засушливый, осадков стало меньше. И вот это, конечно, самым прямым образом влияет на то, что стало больше лесных пожаров. Ну, а третья причина, честно говоря, меня, она... она меня просто взяла за душу, потому что, оказывается, в Приморском крае живут люди, которые страшно бедствуют. И они бедствуют настолько, что они вынуждены собирать для того, чтобы прокормиться, папоротник и лягушек. И вот, вот у этих вот людей, у них представление такое, что если они будут, ну, устраивать вот эти вот палы, то папоротник будет лучше расти. Понятно, что это люди совершенно несчастные, государство вообще-то должно таких людей поддерживать, как-то им помогать. Вместо этого государство совершенно на них забило, им не интересно, не проводится никакая разъяснительная работа среди них, им не дают возможность нормально заработать. Если бы вот у них была нормальная работа, не унижали, они пошли бы собирать лягушек. Конечно же, нет. И это тоже одна из причин, так называемый человеческий фактор. Но я считаю, что это тоже вина государства и властей. Что с этим можно делать? Ну, Ольга Ухваткина предлагает следующий вариант. Поступить так же, как поступает в нормальных цивилизованных странах, и, ну, уже и в Китае так делают. А именно заняться плантационным производством леса. Это когда лес выращивают, ну, так же, как на фермах выращивают, там, картошку или морковь. Такое производство лесов есть в Эстонии, такое производство лесов есть в Финляндии, и оно прекрасно себя зарекомендовало, когда вы выращиваете именно те породы лесов, которые вам нужны, и ухаживаете за ними, и, собственно говоря, получается, что вы не теряете свой лесной фонд, восстанавливаете его. Ольга рассказала, что их отделение РАН уже переговорило с лесопромышленником, и лесопромышленники вот за этот вариант, им он очень выгоден. Сейчас лесопромышленники разоряются, потому что, ну, лесов становится, они уже исчезают, их становится очень мало, и они хотят такой вариант развития событий. Все, что нужно, это нужна поддержка государства, и вот государство бы лучше, вместо того, чтобы блокировать телеграм и тратить на это наши с вами бюджетные деньги, лучше бы они занялись вот такими вот лесными программами. И чем еще занимается отделение РАН на Дальнем Востоке? Они выводят сейчас специальные породы деревьев, которые очень быстро растут, и которые не подвержены гнили и болезням. И, собственно говоря, вот это и могло бы быть решением вопроса с лесами в Приморском крае. Вообще, у российских властей какая-то патологическая ненависть к российским лесам. Если в Приморском крае они вообще плевать хотели на проблему лесных пожаров и ничего не делают для ее решения, то в Подмосковье подмосковные власти прямо лоббируют проект платной трассы, которая уничтожит Хлебниковские и Пироговские лесопарки. Значит, платная автотрасса Виноградова-Болтина-Тарасовка, она должна стать дублером КАД и соединить Дмитровское и Ярославское шоссе. При этом эта трасса разделяет пополам Пироговские и Хлебниковские лесопарки, из-за чего вот эти лесопарки со временем они просто деградируют и их просто не будет. То есть Москва лишится своих зеленых улевких, она лишится своих зеленых зон. Вот это мне очень напоминает ситуацию с Химкинским лесом, где точно так же трассу спроектировали равненько посередине Химкинского леса и мы видим, что да, нам путем вообще большой крови и больших усилий удалось отстоять большую часть Химкинского леса, но лесу от этой дороги лучше не стало, лес-то деградирует. Собственно говоря, тут вот точно такая же ситуация. В чем еще проблема с новой платной автодорогой? А в том, что какая-то ее часть, она пройдет над открытой территорией Акуловского водоканала, из которого пьет воду практически половина Москвы, 40% москвичей. И представьте себе, что вот дорога спроектирована над этим водоканалом, машины едут, естественно, опасные ядовитые химические соединения будут неминуемо попадать в воду и отравлять ее. Ну и еще проблема будет для 15 тысяч людей, которые живут в поселках, по которым эта платная автотрасса прямо проедется по полной программе. Представляете, да, что такое жить в поселке, рассеченном вот такой вот платной автотрассой? В январе 2018 года правительство Московской области заключило интересное такое конституционное соглашение с группой ВИЗ, а эта группа является очень крупным подрядчиком Газпрома, по сути, его карманной организацией. И по этому соглашению все риски увеличения стоимости или там сроков строительства, а также в случае, если эта автодорога не будет приносить дохода, вот все эти риски ложатся на бюджет Московской области. А проще-то говоря, они ложатся на плечи нас с вами, налогоплательщиков. То есть это что получается? Что мало того, что дорога наносит прямой вред и экология, и здоровью людей, так еще и все это будет делаться на наши с вами бюджетные деньги. А вот интересно, что прибыль консессионеру, карманной компании Газпрома, вот этому самому ВИЗ, прибыль за эту трассу пойдет им в карман. А куда потом пойдут эти деньги? Вот это было бы очень интересно разузнать. Ну а решает ли эта новая платная трасса транспортный вопрос? Самое интересное, да? В августе 2017 года Федеральный исследовательский центр информатика и управления РАН провели экспертизу. И согласно этой экспертизе строительство автотрассы с транспортной точки зрения нецелесообразно. И вы знаете, здесь я опять же вспомнила историю с Химкинским лесом, когда несмотря на протесты, несмотря на то, что очень много людей собирало подписи президенту и говорило нет, и несмотря на то, что эксперты провели исследование и выявили, что на самом деле новая платная трасса Москва-Санкт-Петербург не решит транспортного вопроса, все равно власть сломала через колено и построила вот эту платную трассу. Ну что мы имеем в результате? Вот как были пробки на Ленинградском шоссе, вот никуда они не делись, никакая транспортная проблема решена не была. А что было решено? А решен был вопрос с Аркадием Ротенбергом, который начал получать себе на офшорные счета через консенсионную компанию, ну в данном случае не дочка Газпрома, а в данном случае это компания Ванси, в случае вот трассы Москва-Санкт-Петербург, вот через вот эту консенсионную компанию себе на кипровский офшор стал получать денежки за проезд по платной трассе. Вот кто платит деньги за проезд по платной трассе Москва-Санкт-Петербург, а это очень большие деньги, и каждый день вы ездить не будете, это действительно дорого, но то узнаете, что ваши деньги потом идут в карман Ротенбергу. Ну, к счастью, жители Подмосковья, они совершенно не собираются мириться с тем, что у них отнимут лесопарки Пироговский и Хлебниковский, что им на самом деле не решат транспортную проблему, а рассекут их поселки, и на самом деле они сопротивляются. Что на сегодняшний день удалось сделать жителям Подмосковья для решения вот этого вопроса? с новой платной трассой. Они, несмотря на то, что власти Подмосковья не провели общественных слушаний, они добились того, что в общественной палате эти общественные слушания все-таки прошли, и жители потребовали того, чтобы новая автотрасса была исключена из планов строительства, и потребовали у администрации президента расследования того, как вообще согласовывался данный проект. Но вот, к сожалению, власти требований людей не услышали. И это говорит о том, что уроки Химкинского леса они совершенно для себя не извлекли, и вот своей глухотой они сами провоцируют людей на какие-то более активные радикальные действия. Вот удивительное дело, у властей Подмосковья находится 86 миллиардов рублей для того, чтобы отдать их карманной фирме «Газпрома», и при этом у них не находится денег на вывоз мусора. Вот в Ногинском районе с 27 апреля объявлен режим чрезвычайной ситуации. А почему? А потому что там уже три недели не вывозится мусор. Понятно, что это абсолютно патовая ситуация, это ситуация полной антисанитарии, и не только в Ногинском районе такая нехорошая ситуация с мусором. Вообще по всему Подмосковью, очень во многих городах сложилась аналогичная ужасная ситуация, когда коммунальщики просто перестали вывозить мусор. Значит, такая ситуация в таких городах, как Королев, Балашиха, Одинцова, Пушкино, Химки и Солнечногорск. Вот в Пушкино, у АО «Объединенная дирекция ЖКХ», они прекратили вывоз мусора с улиц из-за отсутствия денег. Коммунальщики жалуются, что им не платят зарплату, что им не на что убирать мусор. При этом, вот что интересно, людям продолжает приходить квитанция ЖКХ, где отдельно выделена строчка оплата за вывоз мусора. И ежемесячно люди оплачивают эти деньги. И у меня, конечно, вопрос, а куда, собственно говоря, потом эти деньги меня деваются? Почему коммунальщики не получают деньги на вывоз мусора? А в Химках власти сделали по-другому. Они расконсервировали полигон ТБО Левобережный, и полигон это совершенно чудовищно, это свалка под открытым небом с высотой, с восьмиэтажный дом. Он был законсервирован в 2012 году, вот короче, власти его расконсервировали и потихонечку тайно ввозят туда мусор, а по ночам его еще и поджигают. Вот такое вот идиотическое, извините, решение мусорного вопроса. Ну, к сожалению, подмосковные власти или вообще отстраняются от решения мусорного вопроса, он просто копится на улицах, да, как в Нагенском районе, или они лоббируют строительство опасных и для здоровья людей, и для экологии мусоросжигательных заводов МСЗ. Ну, 27 апреля в Нарфаминском районе прошли слушания по строительству очередного МСЗ вблизи деревни Могутова. Люди пришли очень активно, был полный зал народу, и слушания проходили под крики людей «Мы против!». А представитель Нарфаминской администрации, он не нашел ничего лучше, чем просто угрожать людям, что, вы знаете, кто будет сейчас вот выкрикивать, кто будет против, мы тех будем выводить с помощью полиции. На эти общественные слушания пригласили также и представителя швейцарской компании, который, знаете, с такой вот швейцарской простотой встал и на немецком сказал, что, вы знаете, я вообще не понимаю, что мне говорят вот эти вот люди, да, жители Нарфаминска, но вот у нас в Швейцарии мусорный вопрос решен просто отлично. Ну, конечно, мы очень рады за Швейцарию, и, конечно, очень обидно, что нам до Швейцарии так далеко. А в Кашире 29 апреля прошел митинг против открытия нового полигона на 90 гектар. Собралось очень много для Кашина народу, 600 человек. Люди приезжали из Зарайска, из Чехова, из Волоколамска, и требования у них были очень простые. Ребята, давайте решать вопрос с мусором по-человечески. Не надо строить новые полигоны. Мы не можем всю территорию превратить в мусорный полигон, правильно? Не для того у нас такая большая прекрасная страна. Не надо строить мусоросжигательные заводы и травить людей. Давайте по-другому посмотрим на вопрос мусора. Давайте внедрять систему переработки, давайте внедрять систему раздельного сбора, и давайте посмотрим на то, что такое мусор, потому что мусора-то на самом деле нет. Ведь мусор, по-хорошему, это может быть сырьем, это может быть топливом, это может быть строительным материалом. Надо посмотреть на мировой опыт и понять, что проблема мусора – это проблема в головах у наших чиновников. Но что мы видим? Мы видим, что дороги строят над источниками питьевой воды. Мы видим, что мусорные свалки горят и отравляют воздух. Мы видим, как наши с вами бюджетные деньги, деньги налогоплательщиков, отправляются в карман к карманным организациям Газпрома. И в такой ситуации помочь себе и своим детям мы можем только сами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok